Всем привет! В этом уроке мы с вами познакомимся с интерфейсом программы SketchUp и ее основными функциями. Для этого откроем программу. Нас встретит вот такое вот окно. Напомню, что это версия 2019 года. В этой версии нас встречает вот такое окно с возможностью выбора шаблона, с возможностью открыть какой-то уже существующий файл на компьютере. Или вот ниже здесь потом появятся ранее открытые файлы в виде таких иконок. Что ж, приступим. Мы выберем архитектурный шаблон в единицах измерения миллиметры. Это самый, наверное, грамотный вариант работы для нас с вами. Потому что все проектирование в реальной жизни происходит в миллиметрах. Что ж, вот так выглядит несложно на первый взгляд программа SketchUp. Слева сверху мы с вами видим панель инструментов. Чуть выше меню. Справа так называемый Default Tray. Снизу строка подсказок. И строка состояния. В этой строке потом появятся основные параметры вашего объекта. Что ж, начнем. Небольшая техническая часть. Для того, чтобы грамотно построить работу в программе SketchUp, нам с вами будет необходимо выполнить несколько коротких шагов. Первый шаг – это ознакомиться с настройками программы. Заходим в меню Window. И кликаем в Model Info. В этом окне будет основная информация о вашем модели, конкретно открытой в данный момент. Здесь можно будет настроить какие-то основные параметры. Нас же с вами интересует вкладка Units. Здесь мы проверяем с вами, что мы работаем в единицах измерения. Миллиметры, квадратные миллиметры. Можем настроить точность, но из практики могу сказать, что обычно хватает в точности до миллиметра. Просто программа SketchUp также используется не только архитекторами, но еще и ювелирами. А ювелиром такая штука очень важна. Окей, с этим все понятно. Перейдем в первую вкладку Animation. И здесь я бы поставил ноль и убрал бы галочку. Позже объясню почему. Пока просто доверяйте и делайте так же, как я. Закроем. Идем дальше. Опустимся чуть ниже во вкладку Preferences. Это окно основных настроек программы в целом. Здесь стоит начать с вкладки OpenGL. В этом окне мы с вами можем настроить степень сглаживания. Сейчас она у меня стоит по умолчанию 8x. Чтобы показать наглядно, вот я сейчас могу щелкнуть на ноль, нажать ОК. И мы с вами можем заметить, что линии мужчины стали таким рваным. Видите, заходим обратно. Жмем ОК и видим, что линии стали вновь гладкими. Это работает с некоторыми графическими картами. Например, на моем ноутбуке такая функция вообще недоступна. Вернемся в окно Preferences и зайдем во вкладку Shortcuts. Это так называемые горячие клавиши. С их помощью можно быстрее вызывать некоторые функции и выполнять различные команды. Например, чтобы выбрать какие-то элементы из окна панели инструментов, зачастую удобнее нажать клавишу, а не искать мышкой. Это значительно упрощает работу и сокращает время проектирования. Окей. По умолчанию в программе SketchUp отсутствуют очень многие важные горячие клавиши. И поэтому, делясь, как бы, так сказать, опытом работы, я собрал список самых необходимых шоткатов. Итак, импортируем файл с шоткатами. Вот так он выглядит. Все, у нас с вами самые необходимые шоткаты добавились. Проверим. Да, по умолчанию вот этой функции не было забита в шоткаты. Надеюсь, она появилась. Все окей. Также мы можем сделать кнопки меньше, если у вас маленькая диагональ экрана, а также если у вас, наоборот, очень большие мониторы, и вам достаточно такого размера иконок. Для начала я пока что верну изначальный размер. Итак, как мы с вами можем видеть, здесь достаточно много инструментов, но все равно это базовый набор. Мы с вами должны щелкнуть правой кнопкой мыши на серое это поле и выбрать Large Tool Set. Это расширенная линейка инструментов SketchUp, которая собрала в себя все необходимые группы инструментов. И с этого момента вот эта вот панель нам больше не нужна. Убираем ее. Окей, идем дальше. Обратимся с вами к Default Tray. Это вспомогательные окна. Их можно разворачивать, сворачивать обратно. Здесь находятся самые необходимые вспомогательные элементы программы. Итак, рабочее пространство мы с вами настроили. И теперь, наверное, пришло время рассказать чуть-чуть про навигацию в программе SketchUp. Как вы, наверное, уже смогли заметить, зуммирование в пространстве модели происходит колесиком мыши. Выделение объекта происходит обычным щелчком мыши. Отмена уделения любой щелчок в сторону. Правой кнопкой мыши всплывают основные функции. Например, как скрыть. Заблокировать. То есть с этого момента я не смогу не удалить этот объект, не переместить этот объект. Вот, не дает, видите. Разблокировать. И так далее. Перейдем к инструментам. Для начала замоделим какой-нибудь дом. Для этого я бы выбрал инструмент Rectangle. Rectangle. Это прямоугольник. Как видите, вместо курсора появился карандаш с прямоугольником. Ткнув один раз на точке, я начинаю вести в сторону и вбок. И появляется образ прямоугольника. Стоит отметить, что в тех случаях, когда пропорция прямоугольника становится 2 к 1 или 1 к 1, то есть квадрат, у прямоугольника добавляется диагональ пунктирную. Вот она. И подсказка возле курсора, square, квадрат и golden section. Золотое сечение. Чтобы создать прямоугольник, к нему мышью второй раз. Вот. Прямоугольник готов. Далее, чтобы создать простейший бокс, мы с вами выберем второй важный элемент. Второй важный инструмент программы SketchUp. Это PushPool. По сути, он переводится как тени-толкай и служит для того, чтобы выдавить объем из плоскости. Я вот нажал только что один раз на прямоугольник, потянул вверх, ну или вниз. Для того, чтобы завершить создание бокса, я ткнул второй раз. Вот наш бокс готов. Перейдем к инструменту Line. Линия. Как вы заметили, при наведении инструментом линия на объем появляются точки. Зеленая точка – это точка на вершине. Красная – это точка на ребре. И голубая точка – это точка на середине грани. Эти привязки, они работают на любой геометрии. Давайте создадим еще одно ребро. Для этого я нажимаю на середину вот этой грани, веду в сторону вдоль плоскости. Как вы могли заметить, появился зеленый цвет линии. Это такая направляющая, которая помогает делать ровную геометрию. Как видите, цвет этой линии совпадал с этой осью, зеленая ось. Если мы его с вами будем ввести вниз, он совпадет с синий, ну или с красной. Следующим движением я возьму инструмент Move. Наведу на нужную грань и потяну вверх. Вторым шелчком мыши я завершу редактирование. Появился вот такой некрасивый дом. Для того, чтобы сделать его красивым, я нажму клавишу пробел на клавиатуре. Таким образом, из любого состояния скетчапа я вернусь в инструмент Select. Это такой аналог обычного курсора в Windows. И выделением, такая, видите, появилась черная рамка, выделю только кровлю. Если я начну выделение не слева направо, а справа налево, рамка станет пунктирной, и я выделю не только объекты, которые попали в рамку, но и те, которые смежны с ней. Если я выделяю объект слева направо, то выделятся только те объекты, которые полностью попали в эту рамку. Это один из базовых принципов работы в скетчап. Наверное, стоит постепенно знакомиться с горячими клавишами, и для того, чтобы вызвать инструмент Move, я нажму на клавиатуре кнопку M на английской раскладке, так как она совпадает с первой буквой названия команды. M, Move, M на клавиатуре. Нажал и тяну ее вниз. Вторым щелчком я фиксирую положение. Домик стал более привычных пропорций. Нажимаю пробел. Вот у меня снова курсор стал инструментом Select. Я выделяю полностью дом. И теперь я вижу, что он у меня по масштабу не совпадает с размером человека, хотя, как знать, может это и хижина. Но нет, я хочу большой полноценный дом. Для этого я нажму инструмент Scale. Вот он. Видите, появилась вот такая вот рамка MVD Box. В этой рамке есть привязки, которые подсказывают вам, в каком направлении будет редактироваться ваш объект. Мы можем редактировать его пропорционально одной проекции, другой проекции, по диагонали, или одновременно по высоте и, допустим, длине по двум проекциям. Обычно я использую вот этот вот вариант масштаба и вот этот вот вариант масштаба. И так, чтобы сделать дом пропорционально нашему человеку, я делаю его и растягиваю по диагонали. Наверное... Да, вот так будет достаточно. Нажму пробел, вернусь в инструмент Select, выделю только кровлю и нажму на клавиатуре клавишу S, которая соответствует инструменту Scale, масштаб. Еще раз, S. Теперь я могу редактировать только часть кровли, делать ее выше, ниже. Также можно попробовать поиздеваться над скетчапом и редактировать только кровлю в таких пропорциях. Но нам это не нужно. Нажимаю пробел, вернулся инструмент Select, выделю человека и перемещу его клавишей M на клавиатуре чуть-чуть подальше от дома. Что ж, идем дальше. Войдемся к инструменту Rectangle. Ну, или на клавиатуре R. Английское R. Все клавиши на клавиатуре я произношу с английской раскладкой. Давайте нарисуем окно. Можно золотым сечением. Вторым нажатием мышки я завершу создание окна и инструментом push-pull вот этим вот или кнопкой P на клавиатуре я вызову инструмент push-pull и выдавлю оконный проем из объема. Если вы обратите внимание на правый нижний угол экрана там будут изменяться значения они соответствуют реальным значениям в модели то есть вот я задвигаю плоскость на 100 миллиметров ну обычно на таком расстоянии находятся окна по крайней мере у нас в России не знаю как в остальных городах и странах вот мне достаточно вот этого что ж можно сказать что окно создано что делать если я захочу сделать точно такое же окно но справа можно было бы подумать что я начну создавать вот я нажал кнопку R на клавиатуре rectangle прямоугольник перевелся прямоугольник можно было подумать что я захочу создать его по каким-то направляющим рядом и это в принципе можно было бы сделать но зачастую это неудобно и поэтому для того чтобы добиться абсолютно точного совпадения с моим первым окном я вызову инструмент select пробелом на клавиатуре и выделю наше теперь мы с вами увидим очень крутую фишку SketchUp этой штуки нету в большинстве других 3D-редакторов это возможность копировать объект с помощью перемещения объекта а точнее во время перемещения этого объекта нажимая на клавиатуре клавишу M выбирая точку отсчета допустим отсюда и начинаю двигать вдоль стенки как вы можете видеть окно меняет свое положение но для того чтобы окно перемещалось в качестве копии относительно первого я нажму клавишу control теперь вы видите что я скопировал всю выделенную ранее геометрию и веду ее в сторону то есть вот она я хочу чтобы мое окно расположилось относительно старого на расстоянии 2 метра для этого не нажимая ничего мышкой вот то есть она у меня в режиме перемещения я ничего не беру не нажимая мышкой я просто нажимаю на клавиатуре 2000 обратите внимание на правый нижний угол вот сейчас 2000 во время набора какой-либо длины или какого-либо параметра объекта а это окно становится желтым нажимая enter и видите у нас автоматически окно переместилось на расстоянии 2 метра относительно нашей точки смотрим вправо вниз да действительно 2 метра окей чтобы повторить это эту операцию еще раз я набираю на клавиатуре на английской раскладке что важно x2 ну или x3 обратите внимание x3 enter и у нас появилось еще 2 окна то есть x3 обозначает что мы сделали одну операцию вторую и третью всего 3 копии этой операции давайте закрепим для этого я хочу создать еще одно такое же окно но на другой стороне дома для этого я возьму и выделю инструментом select 4 грани для того чтобы выбрать 4 грани одновременно я зажму клавишу shift на клавиатуре видите появился возле инструмента select плюс минус ну или клавишу control плюс сейчас зажав клавишу control я плюсую к этому делению все следующие деления то есть вот этот грань вот эта грань вот эта грань сейчас я перемещу вот эти четыре грани с этой плоскости на вот эту поскольку эти четыре грани находятся в этой плоскости я за точку отчета возьму вот этот угол дома и зажав клавишу control видите появился плюс возле курсора нажму клавиши мыши в этом углу и видите вот я перемещаю мышь в сторону появилась копия этих четырех граней и веду до этого угла вот он здесь нажимаю второй раз и видите у нас появилась точно такая же рама на другой стороне дома нажимаю на клавиатуре P английская появился инструмент push-pull и я хочу задвинуть опять же оконный проем на 100 миллиметров вовнутрь и поэтому опять же ничего не нажимая мышкой я ввожу на клавиатуре 100 100 миллиметров enter ok сейчас я выделю опять окно здесь нужно быть очень внимательным и не выделить ничего кроме этого окна потому что инструмент выделения он распространяется на всю геометрию насквозь то есть если я сейчас выделил что-то вот в этой рамке все что в этой рамке за вашей стеной там дальше в модели она тоже выделится если оно попадает в эту рамку проверяем да вот видите синими стали вот эти два окна вот какие-то тут еще геометрия это нам ни в коем случае не нужно для этого я перемещаю свой вид немножко выше камеру выделяю еще раз для того чтобы проверить выделили ли вы что-либо кроме вашего объекта я нажимаю клавишу ok на клавиатуре тем самым мы переместились в вид где видны все скрытые грани а если грамотно мы обладаем сейчас рентгеновским зрением и видим все объекты насквозь таким образом я могу видеть что я не выдел ничего лишнего в работе с простой геометрией я могу очень часто включать клавиши k этот режим и контролировать все свои действия я выбрал окно и теперь могу перемещать его с копированием также вдоль этой стены нажимая клавишу m возник инструмент move изменился курсор но я хочу его переместить не старым способом а с помощью привязок относительно вот этих окон для того чтобы переместить это окно в режиме рентгена я наведу курсором на наши старые окна появится зеленая точка она обозначает что мы сейчас на вершине и начну и начну ввести в сторону но нажав клавишу control чтобы была копия веду веду дохожу до следующего окна вот сразу появилась появилась привязка end point вершина и кликаю так это я случайно кликнул правую кнопку мыши у нас появилось второе окно я хочу сделать еще еще два но поскольку я уже начал видите работать дальше ткнул сюда ткнул туда воспользоваться фишкой и нажать x2 или x3 уже нельзя то есть мы как бы завершили свое действие поэтому я еще раз выберу окно нажму m на клавиатуре перемещу окно в сторону на то же расстояние с нажатой с нажатой клавишей control появится еще одно окно и только в этом случае я нажму x2 enter и добавлю еще одно окно как видите у нас появилось нечто вроде дома клавиши кей я выявлю из режима рентгена все самый элементарный дом наверное первый 3d дом в вашей жизни готов 3d дом 3d дом 3d дом 3d дом 3d дом Продолжение следует...